Всем привет! С вами Кэрол Вайт, и сегодня я расскажу о одной из новых групп МОНТ. В этой группе всего три участника. Расскажу вам, что означает их название. То есть оно расшифровывается в огромный текст, который, к сожалению, я не прочитаю. У меня с английским туго. Переводятся их названия, это участники национальной сборной. Все парни, я сразу скажу, были участниками Микс Найн, и, к сожалению, занимали не самые высокие позиции. Примерно у них было места в таких около 50-40, когда их уже продвигали к дебюту, оказалось, что они уже на тот момент были в Микс Найн. Парни очень проявляют себя в плане, чтобы ближе познакомиться с Россией. Многие уже видео выходят о том, где русские девушки брали у них интервью, и они только за, чтобы ближе познакомиться с нами и приехать сюда. Так что, ребята, как сейчас мне стало известно, у них начинается тур, и я надеюсь и верю, что мы тоже можем попасть и увидеть их. Итак, три участника, один лидер, один вокал и один рэпер. Начнём мы с вокала. Пэтсон. Полное имя его Ким Сан Йон. Ну, он 95-го года рождения, весьма взрослый мальчик, хотя, кстати, по виду я бы не сказала. Он выглядит больно молодо, ну, почти как и все остальные ребята. Ведущий вокал. Интересы, которые он рассказал о себе, это пение, музыка, фильмы, игра на пианино. Ох, хотела бы я услышать, я тоже. Очень люблю живой звук пианино, в детстве занималась музыкой, так что что-то осталось от этого. Его индивидуальность, как он сказал, это дословно прочитаю, так как было написано в группе о нём, и вот когда он давал это всё в интервью. Кажусь дотошным и внимательным. Когда дело доходит до отношений, я сторонник нацифизма и стараюсь избегать конфликтов. Ну, если так подумать, это весьма хорошее качество. Ну, хотя некоторые не очень хорошо это воспринимают. Как говорится, у всех разные вкусы. А насчёт еды, он у нас любитель суши. Нет, рыбы суши. Полезная информация. И пиццу. Из еды, которую он не ест, он сказал, что нет, такого, наверное, что бы он не ел. Так что объедается только так. В свободное время он смотрит прямые трансляции. Это весьма интересно. Чьи? Свои или нет? Но, к сожалению, это не уточнили. И мультики. Любимые его исполнители это Пакхён Шик, Тэйон из SNCD и Бэк Йорин. Только откуда, если честно, я не знаю, как это читать. Итак, на этом всё это по одному участнику. Это просто ведущий вокал. Теперь уже поговорим о втором. Его зовут Рода. Настоящее имя Шик Ум Мин. Он 98-го года, младше меня. Полезная информация. Он у них макне, рэпер и также композитор. Специализация у него это он пишет всякие тексты, потом слушает музыку, он изучает китайский язык, увлекается искусством и играет в пинг-понг. Но это таки более его любимое занятие. Теперь его индивидуальность. Также читаю дословно. Я немного расслаблен. Я много раз слышал, что меня называют 4D личностью. Я правда об этом не думаю, даже если слышу, что это странно. Его любимая еда только гамбургеры. Ничего кроме гамбургеров. И не ест он сырую рыбу, потому что у него аллергия. Свободное время он у нас насочиняет и пишет тексты, музыку. А любимый его исполнитель это Зион Ти. Когда он ещё был в школе, он хотел стать композитором. Весьма отличный, раз уж он увлекается этим. Но я думаю, что у него всё получится и совмещать и это, и то. Ну и последний участник. Он мне больше всех нравится, так как я больше его не присмотрела в Mix9, когда смотрела это шоу. Итак, зовут его Нара-чан. Значение вот этого слова означает «человек с искренним сердцем». Настоящее его имя Чон Хён У. Он 96-го года. Он лидер, главный вокал и танцор. Его специализация это именно вокал, игра на гитаре, барабанов. Также он у нас любит актёрство, любит баскетбол и кататься на велосипеде. Его индивидуальность. Я не очень хорош, когда дело доходит до осознания. Я наслаждаюсь всем, что я делаю и становлюсь лучше вокруг людей, которых вижу в первый раз. В окрестностях таких людей называют цундеры. Это значит застенчивый, холодный человек, который скрывает своё золотое сердце. Любит он сон картошку фри и не любит всю невкусную еду. Какую именно, почему-то не уточнил. Его интересы и в свободное время он любит шоппинг и просмотры на ютубе. Его любимый исполнитель это Тэйян. И хотел он на самом деле в школе, когда учился стать режиссёр. Уж очень у нас он любит вот это всё. Но смотрите, как сложилось, он стал у нас звездой. Пока у них на данный момент вышел всего один альбом, которым 6 треков, 4 песни, из них одна заглавная. Остальные треки это ремиксы и просто музыка. Заглавная песня это Ты будешь моей девушкой. После Прости. Страдания под дождём. И думаю о тебе. Думаю, пока на этом всё, потому что информации о мальчиках очень мало, так как они ещё только начали. И на самом деле к ним почему-то правляется очень мало внимания. Ребята, уделите им внимание, посмотрите их, может они вас зацепят. Если они вам понравятся, поддержите их, потому что они достойны этого. Это не стандартная группа кей-поп, которой очень много народу. Это всего 3 человека. Но они хотят выделиться в плане кей-попа. Так что, пожалуйста, помогите им, поддержите их. Смотрите их видео, ставьте лайки, пишите им, потому что они любят общаться. Я надеюсь и верю, что вам всё понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Приплюсного лица. Да нет, я ж не садист. Ну ты вот так сделал и как раз получилось на уровне вот так мы валим с Ауди. Хоп-хоп. Не-не, ты не забывай, я тут буду приходить и сегодня всё равно надо. А-а-а! Мне аж неловко, ладно. Мы двери закрыли. А-а-а! А-а-а! А-а-а!